Всем привет! Перед началом ролика я хочу порекомендовать обменник C1K. Он входит в серьезную структуру, которая работает сразу в пяти странах. А именно в России, Украине, УАЭ, Турции и Китае. Они оказывают широкий спектр финансовых услуг, начиная от обычного и быстрого обмена криптовалют, заканчивая консалтингом и майнинг оборудованием. По специальной ссылке в описании к видео вы получите кэшбэк в размере 10% от прибыли C1K. При совершении обмена, а также вы можете заработать, передав вашу партнерскую ссылку и зарабатывая с ваших рефералов 5% от прибыли C1K. Ваши рефералы будут также получать еще 5% кэшбэк. В общем, любой человек может стать частью этой партнерской программы. C1K является большим игроком на криптовалютном рынке СНГ и работает через партнеров во всех странах СНГ. Ну а теперь погнали смотреть основное видео. Привет, господа, давайте сегодня поговорим о кошельках для Амонера и в том числе об анонимных кошельках. Сама все монеты являются конфиденциальной и было бы глупо использовать кошельки, которые эту самую конфиденциальность могут нарушить. Естественно, когда я говорю об анонимности кошелька, вы должны понимать, что не стоит на свой основной адрес отправлять деньги с бирж, например, потому что в таком случае биржа будет знать ваш адрес. Я рекомендую использовать какой-нибудь адрес-прокладку между своим кошельком и биржей. Итак, погнали. Для повседневных операций я рекомендую кошелек для компа, который называется MyManera. Это кошелек от разрабов Манера с открытым исходным кодом и, естественно, кошелек не отправляет ваши приватные ключи на свой сервер. У этого кошелька есть только один косяк. Чтобы не загружать весь блокчейн на комп, он отправляет ваш ключ просмотра на свои серверы. С помощью этого ключа украсть ваш баланс злоумышленникам, естественно, не удастся, но если ваш ключ просмотра будет куда-нибудь слит, то посторонние люди смогут увидеть ваши входящие транзакции. Ну, также ваш IP можно будет вычислить, и поэтому я рекомендую этот кошелек только для белых операций. Если вы хотите использовать мобильный кошелек, я не буду советовать кошелек для андроида, по-моему, их использование совсем небезопасно. Но если что, то смотрите на Манируджо. Если вы используете iOS, то я рекомендую CakeWallet. В принципе, считается, что он даже безопаснее, чем тот же MyManero, ибо он уже не отправляет ваши ключи просмотра на свои сервера. Но лично мое мнение, что по истине анонимно можно считать только кошелек, работающий через браузер Tor. Именно XMRWallet. Не нарвитесь на какую-нибудь левую фишинговую ссылку, все ссылки из этого видео я оставлю в описании. В общем, это веб-кошелек, который работает через браузер Tor. В принципе, с такой связкой кошелек XMRWallet и Tor вас почти невозможно будет деанонимизировать. Но поскольку это веб-кошелек, я считаю, что использовать его в качестве основного достаточно опасно. Он подойдет, чтобы быть каким-то промежуточным кошельком между вашим основным счетом и биржей, например, или просто для краткосрочного анонимного хранения. Ну, то есть, как вы видите, золотой середины почти что нет, либо анонимность, либо безопасность. Но на самом деле выход есть, и это аппаратный кошелек Ledger Nano S. Все приватно и анонимно, из минусов только то, что кошелек платный и то, что вам нужно будет скачать весь блокчейн. Это, по-моему, сейчас больше 70 или 80 гигов. В общем, такое короткое видео, потому что, на самом деле, достойных кошельков существует мало. Я надеюсь, что вам помог определиться с выбором. И не забудьте подписаться на канал. Спасибо вам за просмотр. Всем бай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok